МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шесть имамов из Дагестана для просветительской деятельности направляются на новые российские территории. Перед поездкой они посетили духовного лидера республики шейха Ахмада Афанди. Мастера ракетки и валана. В Махачкале подвели итоги всероссийского командного турнира по бадминтону. Кто вышел победителем, узнаем в спортивном футболе. Счет положится. Сгорели сразу три дома. Накануне в Кизляре произошел пожар, который охватил площадь в 200 квадратных метров. Возгорание началось из-за короткого замыкания в одном из жилых помещений. Он быстро распространился на соседние участки. В домах жили семьи с маленькими детьми. Огоньки. У нас потолок был, ламинат был, и как вот эти пластиковые квадратами обклей. И уже вот этот пластик начал капать, а у нас там был диван, мягкая мебель была, такая старенькая диван, кресла. И на диван, и диван воспламенился. Я пыталась сперва сама потушить. В этот момент тухнет свет, у нас воды нету. Я открываю отопление и пытаюсь горячей водой потушить огонь. У меня не получается. Из-за потемников дети кричали. Я не могла. И мы выскочили спряг к соседям. Звонит соседка, кричит. Валя, у Тони крыша горит. Мы давай бегом. Мы прибежали, приехали сюда, а тут уже все полыхало. Пока мы дождались пожарных, тут и наша часть полыхала, и уже соседская полыхала. Мы даже ни документы, ничего вынести, вообще ничего не успели. Только детей вывели и все. На место пожара выехали сотрудники МЧС. Им удалось потушить возгорание. К счастью, обошлось без жертв. Однако жильцы потеряли все свое имущество. Документы, телефоны, мебель и одежду. Первым на беду откликнулись благотворительный фонд Инсан. Они намерены оказать материальную помощь пострадавшим и максимально облегчить их положение. Как только мы услышали о случившемся пожаре, мы тут же приехали на место осмотреть случившееся, посмотреть, чем мы можем быть полезными. И в действительности эти семьи остались без крови над головой. И в самое ближайшее время нам нужно помочь им, так как в этих семьях есть дети, дети-близнецы, двое маленьких детей. Есть ребенок-инвалид, и нужно в кратчайшие сроки объявить сбор этой семьи, над чем мы сейчас и занимаемся. Пусть сегодняшний Аллах поможет всем и надеемся на помощь каждого неравнодушного человека. Пострадавшие теперь нуждаются в любой помощи. Им предстоит восстановить свои дома и начать жизнь заново. Общественный деятель Магомед Шамилов выступил с опровержением фейковой информации, распространяемой от его имени. В социальных сетях появилось якобы его обращение к главе Дагестана и муфтию республики. Однако Шамилов заявил, что не делал никакого подобного обращения. Он назвал эту информацию попыткой дискредитации и подчеркнул, что кто-то намеренно хочет очернить его имя. Шамилов призвал общественность не доверять ложным данным и заверил, что всегда открыт для прямого диалога. Пусть будет проклят тот, который очерняет муфтия и муфтията, а Шейха Ахмада Ажи особенно. Я давно сказал бы по этому поводу, оценку дал бы, просто мой уровень глупости и необразованности не позволяет мне говорить о духовном управлении этих алимов, которые делают все для Дагестана. Конечно, фейк, какой фейк, который, это видимо, кто-то хочет очернить мое имя или, как я не знаю, даже смысл не вижу в том, что неужели я такой большой человек, который могу обратиться к духовному управлению, муфтию, главе республики. Кто я такой и какие у них полномочия. Вот это вот обращение абсолютно такое. Я далекий человек от этих самых религиозной политики. Я занимаюсь общественной политической деятельностью так, как поскольку-поскольку кого-то что-то заденет, и мне там свое мнение высказываю, и ничего более. Я просто в шоке. Люди, которые меня знают, они десятки люди позвонили, обратились, и я не знал, где его искать. Они сами прислали мне вот такое вот обращение. Ну, многие узнали, что это не мой творческий, и не мой лексикон. Ну, мне ребята обещали, там и помощники депутатов ищут. Люди, которые владеют компьютерной техникой, обещают найти, откуда эта цель исходить. В Махачкале завершается благоустройство улицы Джабраилова. Протяженность её составляет 250 метров. На этапе ремонта специалисты столкнулись с трудностями при установке трубы, которая обеспечивает газом местные жилые дома. На сегодняшний день нам препятствовала газовая труба, в связи с чем Газпром проводит работы по реконструкции участка газопровода. На сегодняшний день она ориентировочно через пару дней заканчивает, в связи с чем мы продолжаем свои работы. После реконструкции труб планируется завершить укладку асфальта. На сегодняшний день в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» уже отремонтировано 15 из 18 запланированных улиц. Отметим, что работы должны быть завершены в ноябре. В добрый путь. Так стартовал новый электропоезд «Махачкала-Тирбент». Это поезд нового поколения. Комфортабельные вагоны, дизайн в национальном стиле, климат-контроль, условия для маломобильных групп населения. Быстрое, а главное, безопасное путешествие ждет будущих пассажиров. В торжественном запуске передвижного состава участвовал глава Дагестана Сергей Меликов. Он осмотрел вагоны и дал положительную оценку электропоезду. Ну и, конечно, мы мечтали об этих поездах. Мы все мечтали, и вы, и я все, о том, чтобы перевозка и пассажиров, прежде всего наших граждан, и туристов, которые к нам приезжают, была безопасной, комфортной, кратковременной и, по большому счету, являлась элементом наших туристических маршрутов. Ну и за то, как коллеги оформили этот поезд, эти вагоны, им отдельное спасибо, потому что здесь все дышит Дагестаном. И вот Сергей Александрович обратил внимание, да, слова Расула Гамзатова, все дороги Земли приведут к Дагестану, в том числе железные. Огромное вам спасибо за это. Спасибо. За последние четыре года пассажирооборот на железнодорожном транспорте Дагестана увеличился более чем в три раза. На сегодняшний день в регионе пользуются этой услугой более шести тысяч человек в сутки. Это связано с ростом туристического потенциала республики, отметили в РЖД. Тот туристический поток, который у вас, те, кто никогда и не планировал, и не знал, что здесь есть такие красоты, сильно пересказывают по другим. И люди к вам едут, а это те самые туристы. То есть в начале будут теперь вот такие поезда. В ближайшее время планируется запуск еще трех таких электропоездов. Каждый из них будет оформлен в уникальном стиле. Поезда будут курсировать по маршруту Махачкала-Дербент. Это позволит улучшить туристическую привлекательность региона, отмечают инициаторы проекта. Буквально за один день можно посетить и город Махачкалу и полюбоваться красотами Дербент. У кого будет из туристов большая возможность по времени, можно спокойно спланировать свои поездки, уже не опасаясь на какие-то природно-климатические сложности и какую-то дорожную обстановку в связи с заторами на дорогах. К 2025 году планируется перевод участка Дербент-Граница на переменный ток. Это позволит использовать новые электропоезда и в этом направлении, заявил Сергей Меликов. Глава региона добавил, что в планах также организовать беспересадочный маршрут Хасавюрт-Махачкала-Дербент-Граница. Шесть имамов из Дагестана отправятся на новые российские территории. Там они будут заниматься просветительской деятельностью среди населения. Перед отъездом богословы посетили муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди. Духовный лидер дал ценные советы и напутствие религиозным деятелям перед ответственной миссией. Каждому человеку есть определенный срок с Вишним. Ни секунда, ни больше, ни меньше он не проживет. И в то же время было достаточное количество имамов. Ко мне обращались они и говорили, что они угрозой поступают в их адрес со стороны вахабистов, террористов. Я им то же самое сказал. Я говорю, ни угроза, ни болезнь, ни война, ни авария человеку жизнь не сокращает. Дай Аллах вам здоровья, дай Аллах вам долгих лет жизни, чтобы от вас была огромная польза целым для России, и в частности для Дагестана. И вами гордились ваши родственники, сельчане, дагестанцы. И особенно, конечно, я. Все будет хорошо. В Махачкале подведены итоги всероссийского командного турнира по подминтону среди студентов. Соревнования проходили в пяти разрядах этого вида спорта. Личный зачет среди мужчин и женщин – смешанный и парный. За звание лучших боролись более 60 участников из 12 университетов страны. В течение трех дней определилась тройка лучших. Первыми стали студенты из Татарстана. Это представители Поволжской академии спорта и туризма. Второе и третье места у их сверстников из Москвы и Нижнего Новгорода. Хозяева площадки остались за чертой медалистов. Но, несмотря на это, организаторы уверены – турнир даст хороший импульс для развития бадминтона в регионе. Победителей наградили представители Министерства спорта и столичного спорту управления. Хочу поблагодарить то, что приехали, принимаете участие, пропагандируете этот вид спорта нашей республики. Естественно, вы участники того, что Бадминтон развивался в республике и в стране. Махачкалинская «Динамо» в домашнем матче Кубка России уступила «Спартаку». В шестом туре решалась судьба выхода нашей команды в верхнюю сетку плей-офф. Для этого дагестанский клуб устраивала только победа. Но планы хозяев нарушило удаление защитника Ильи Кирша уже на 37-й минуте встречи. Свой единственный гол «Спартак» забил во втором тайме. Отличился Даниил Зорин. «Динамо» после этого руки не опускала, пытаясь создавать моменты и в десятером. Но до забитого гола дело так и не дошло. Несмотря на поражение, наш клуб продолжит борьбу за трофей в нижней сетке плей-офф. Путь регионов. Как бы выполнили задачу пройти дальше, но локальная задача была выход в «Утербэл». Ну, наверное, не хватило мастерства, я скажу так. Мы над этим тоже работаем. Мы стараемся оттачивать атакующие действия на тренировках. Думаю, в ближайшем будущем мы это поправим. Внимательно следил Тимур Магомедов и забрал мяч.